всем привет я хотел бы настойчиво порекомендовать вам не смотреть следующее видео если вы мало позанимались не уделили этому достаточно времени потому что следующее что мы будем разбирать в этом уроке будет гораздо сложнее предыдущего и сегодня я сами хотел бы поговорить о том что такое система система каждый день нам бросает вызов наступил день когда пора бросить вызов ей самой система о которой говорю назовем ее джа система она заключается в том что нужно умеет сосредотачиваться только на том моменте который происходит здесь и сейчас нужно научиться чувствовать как ты сидишь на стуле и как ты касаешься гитары как твои ноги дотрагивается до пола как твои пальцы дотрагиваются до струн и что в этот момент происходит только при этом условии можно сосредоточиться на моменте здесь и сейчас и это позволит информацию прописать в глубокую память ну что такое глубокой памяти мы когда играем на гитаре мы используем три уровня памяти глубокую память это правая рука это вот как я сейчас иду ноги мои идут а я не думаю как они идут этого сагагает права рука есть у нас фантомная память это левая рука это аккорды фантомная память это вот я сейчас иду я тот момент смотрю чтобы в яму не упасть этот примерно то же самое и есть у нас еще мгновенная память мгновенная память это то когда мы эту песню поем данный момент я вот сейчас разговариваю с вами это есть мгновенная память сейчас у меня задействованы три уровня этой памяти и точно так же происходит тот момент когда начинаю играть на гитаре и основная задача прописать дальнюю память информацию для правой руки если туда будет неправильно записана эта информация то постоянно будете ходить и спотыкаться потому что мозг будет обращаться в тот раздел и будет из использовать только лишь то что туда записано поэтому очень важно записать туда информацию очень правильно очень четко методично это называется система также под системой я подразумеваю еще набор упражнений которые нужно делать каждый день для того чтобы был прогресс и это самое сложное потому что какой-то момент начинаешь думать у тебя ничего не получается что ты себя заставляешь на самом деле нужно начать просто от этого получать удовольствие и тогда все будет получаться в этом уроке поговорим о распространенных ошибках познакомься с новыми аккордами и сыграем их поговорим об аккорде си доминанс вект аккорд и баб аккордов с измененным басом разберем технические ошибки которые у вас могли возникнуть с прошлого улока самая распространенная ошибка в постановке правой руки это когда локоть стоит у нас вот так локоть должен стоять у нас вот так и за счет этого у нас большой палец уходит сюда в сторону поэтому если локоть ставить вот так то большой палец со с нами пальцами будет становиться вот так и тогда указательный палец убийца указательный это неправильно большой палец должен играть в сторону остальные пальцы играет в эту сторону следующая ошибка распространенная это когда мы играем перебор и пальцы становятся на струны перед тем как начать играть пальцы должны опускаться вниз только в тот момент когда они играют по своим струнам это касается пальцев которые играют по 3 2 и первой струны на большой палец должен всегда играть по флору и разберем сегодня новый аккорд который называется до мажор аккорд до мажор и Давайте разберем последовательность для отработки аккорда до-мажор. До-мажор, ре-минор, до-мажор, ми-мажор, до-мажор, я-минор, до-мажор. До-мажор. Ре-минор, до-мажор, ми-мажор, до-мажор, ля-минор, до-мажор. Часто в записях можно встретить обозначение этого аккорда, который прижимается шестой струнной вот так. Нужно понимать, что этот аккорд называется по-другому. И сейчас мы вернемся к теме, что такое тоника. Тоника – это нота в басу, которая дает название аккорда. В данном случае аккорд до-мажор называется до-мажор, потому что у него в басу нота до. Вот наш аккорд до-мажор. Вот эта нота в басу называется до. И поэтому аккорд называется до-мажор. Если мы в басу возьмем другую ноту, например, ноту соль. Такой аккорд называется до-мажор, по басу соль. И пишутся они через дробь. Также через дробь могут быть записаны все аккорды, которые только возможны. К примеру, аккорд ля-минор. Имеет тонику на пятой струне. Но если мы возьмем ноту в басу, допустим, другую, соль. Такой аккорд будет записан через дробь. Давайте посмотрим в ноты, где такие варианты используются. Смотрим на песню Калоизи, на Утилус Пампилиус. Здесь мы видим тему, где у нас аккорды стоят через дробь. Соль минор, басу фа. До мажор, басу ми. Соль минор, басу ре. Вот так у нас выглядят аккорды, где в басу будет совершенно другая тоника. Вот аккорд соль минор, у него в басу нота соль. А это аккорд соль минор, у него в басу нота ре. Сама формулировка соль минор, басу ре говорит о том, что гитарист играет соль минор, а бас-гитарист играет ноту ре. Новый аккорд ми минор. Аккорд ми минор. Давайте разберем упражнение для отработки аккорда ми минор. Ми минор, ми мажор, ми минор, ля минор, ми минор, до мажор, ми минор и ры минор. Ми минор, ми минор, ми минор, до мажор, ми минор, ре минор. Аккорд ми минор. Я поговорил об аккорде H7. Также этот аккорд может быть записан как B7. На прошлом уроке мы говорили о том, что запись этого аккорда может быть H либо B. Давайте в этом разберемся. Аккорд Си-себдаккорд. Он у нас записывается вот так. Один, два, три, четыре. И вот тут у нас находится тоника. Обозначение аккордов Си. Есть обозначение H. Это у нас Си. А, Б, а это у нас Си-бемоль. О том, что такое бемоль, мы поговорим чуть позже. И второе обозначение. Это когда у нас Б, это Си. А Б-бемоль, это Си-бемоль. Вот это обозначение использовалось раньше в советской литературе. А это обозначение используется в зарубежной. Возле этого аккорда стоит цифра 7. Это означает, что такой аккорд называется доминант-сепдаккорд. Доминант-сепдаккорд. Что такое доминант-сепдаккорд? Это одна из подразновидностей мажорного аккорда. Мы говорили до этого о том, что аккорды у нас бывают мажорные и минорные. Но каждый из этих аккордов, из мажорных и минорных, дальше начинает делиться. Они начинают... Дальше у них появляется иерархия. Они становятся доминант-сепдаккордами. Потом аккорды с добавившими тонами. Появляются возле них всевозможные цифры, буквы. Это все будет потом. Пока что мы разберем первый аккорд из этого цикла, который называется доминант-сепдаккорд. Он обозначается цифрой 7. И давайте разберем последовательность для упражнения с этим аккордом. Сначала мы сыграем си, доминант-сепдаккорд. Потом до мажор. Опять си, ре минор, си, ми минор, си и ми мажор. Си, ми минор, си, ми минор. Для того, чтобы переходить быстрее из одного аккорда на другой, существует простая техника. Это когда нужно прижимать аккорды, начиная от баса. Почему именно так? Потому что мы начинаем сначала играть бас. Если рассмотреть медленно, что играется на гитаре, то можно видеть, что сначала играется бас, а потом прижимаются остальные пальцы. Остальные пальцы в аккорде прижимаются постепенно. Не обязательно брать аккорд сразу целиком. Остальные пальцы в аккорд. Продолжение следует... Продолжение следует...